Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я предлагаю порассуждать о том, каково жить на костях Я затрагивал некоторые аспекты этой темы в других сюжетах, но сейчас хотел бы подытожить Меня как-то недавно тут конкретно пробило Вот просто реально общая картина сложилась Друзья, мы все живем на костях Я раньше как-то считал, что на костях живут те, кому что-то в этой жизни дано По крайней мере в России Там кто потребляет в три горла, там жрет в три желудка, срет в пять жоп Ну короче говоря, хозяева жизни Но сейчас я понял, что даже мы, простые плебеи, мы все живем на костях Это очень интересный момент, когда это понимаешь То есть реально волосы дыбом становятся Вы подумайте, вы оглянитесь вокруг себя, что вы вокруг видите Вот даже просто в какой-нибудь поганой хрущевке, в поганой квартире Что вы видите вокруг себя Ну вы видите, наверное, свет вечером Вы включаете свет, вы сейчас смотрите меня Соответственно, через компьютер, через ноутбук, через телефон, неважно Это электричество А откуда в России электричество? Вам никогда не становилось странным, что вот Европа, например Там практически везде электричество дороже Европа, Штаты Где-то подешевле, где-то подороже, но оно везде дороже, чем в России Вам это странным не кажется? Почему так? Потому что зарплаты выше, то есть для них субъективно оно не дороже Оно дороже для нас в рублях Да, несомненно То есть может быть для них-то это и недорого Но тем не менее, нет ли еще какого-то фактора Почему бы оно тогда не было сверх дешевым? Зарплата, это их уровень благосостояния А электричество, ну вот стоит столько-то киловатт выработка, столько бы он и стоил Каким образом Россия вырабатывает киловатт дешевле? А мне как бы видится это очень простое объяснение Потому что что там сейчас происходит? Там высокая технологичная экономика Там дофига, уже порядка 20% используется электричество Альтернативное Ветер, солнце То есть ветряки, солнечные батареи и так далее Это же все ставить надо Это все нужно создать, поставить, смонтировать Следить за этим Это дорого, это человеческий труд, который там оплачивается И в этом-то главное различие с Россией А в России что? ГЭС, которую построили рабы в свое время Построило огромное количество заключенных То есть вот я офигеваю, кстати, когда слышу от людей Что вот Сталин, например Он же получил там, грубо говоря, в правление Отсталую аграрную страну, а сделал из нее индустриальную А вам это тоже странно, мне кажется? Да, это так, действительно Буквально там за 20 лет серьезный прорыв Вам это странно, мне кажется? Что вот Европа, там люди работают Вроде не сачкуют, все нормально И почему-то они так не могут сделать А Сталин почему-то сделал Как так? То есть что вот было такое сделано? Это те люди, которые это ценят Говорят, что надо же, вот все-таки там могли создать Советский Союз, тоже был крут Мне эти люди, знаете, что напоминают? Они мне напоминают людей, которые выросли И так тепло вспоминают своих родителей Говорят, надо же, вот родители У меня были там отец, мать Они могли, могли ведь вполне выкручиваться В голодные годы Все кругом голодали А мы досыто мясо ели И мне ребенку перепадало И вот этот человек, он почему-то не хочет задаться вопросом Что примерно в те же голодные годы Когда у них в семье было вдоволь мяса Куда-то пропала его сестренка или братик И в общем-то не принято было об этом говорить Как только он пытался спросить А где там моя сестренка? Ему говорят, что тихо-тихо, все там, замолчи И вот он этими вопросами не задается Так же и сейчас люди не задаются вопросами А каким образом за 20 лет был сделан вот этот прорыв? Сколько миллионов? Ну да, такой человек едет по каналу Москвы, например Любуется окрестностями Там поддерживает, так сказать, российский турбизнес Который почему-то дороже, чем европейский и любой другой И азиатский Ну да, ну красивый же канал Красивый, ну какая разница, как его создавали? Ну создали же, умели, умели люди Были люди в свое время Не то, что нынешнее племя Так вот Главное не задаваться вопросом Куда делся братик? И откуда бралось мясо в голодные годы? Вот как? Какая-то несостыковка Ну так вот Это что касается, там, не знаю, исторического аспекта Дальше там Просто даже восторгаются культуры Ну не знаю, лучшее метро в Москве Лучший метрополитен Да, действительно, я вот сколько буржуйских метрополитенов видел Нью-Йорк, Париж Вот недавно в Варшаве покатался на метро Ну да, московский получается действительно произведение просто архитектуры Супер Но не задавались ли вы вопросом Вот этот гранит, например, там, не знаю На котором видны даже срезы Ископаемых, там, ракушек разных и так далее А откуда он брался в военные особенно годы Или в довоенные, или в послевоенные сразу Откуда? Кто его вырубал? Кто на каменоломнях работал? Как вы думаете, это были люди такие С хорошими условиями труда С хорошей зарплатой Или это были, ну, несколько другие люди Так вот, мы все живем на костях Даже вот эта нищая жизнь, она на костях И, не знаю, основную массу не воротят Что брат пропал, главное мясо хорошее Реально, вот наше общество мне напоминает какую-то ферму, баранью Где баранов подсадили на мясо На баранину исключительно И они причмокивают и так Хорошая баранина Хорошее у нас правительство Баранина обеспечивает всех И они даже не понимают, откуда берется баранина И вот в этом-то самый интерес начинается Я где-то читал, что в Персии Судьи сидели на креслах, судейских креслах Обивались кожей судьи, коррупционера Если судья брал взятку, то с него снимали кожу Обивали кресло И следующий судья, который садился на кресло Он мог всегда, так скажем, тактильно Почувствовать, что коррупция это плохо Потому что если кожа износилась А ты коррупционер То кожу можно обновить в любой момент Мало ли она там, потерлась как-то Можно освежить Так вот, но понимаете в чем дело? Судья это очень уважаемая должность В обществе, в нормальном обществе, конечно И поэтому если ты не коррупционер Ты все равно живешь богато У тебя все есть Ты уважаем, почитаем и так далее Поэтому, ну, кнут и пряник хотя бы То есть берешь взятки Вот смотри кожа как хорошо натянута Нравится работа? Твоя еще лучше будет Вот Не берешь взятки Все, ты сидишь на чужой коже Все у тебя хорошо Все нормально Но что получается с простым российским гражданином Так сказать Он же ведь в любой момент рискует поехать Опять там прорыв делать Какой-нибудь очередной Где-нибудь в тайге В любой абсолютно То есть, ну, люди там рассказывали анекдот какой-то Не такой И они ехали ГЭС строить Именно поэтому у нас сейчас дешевое электричество Сейчас вы там лайкнете где-нибудь не там И поедете обновлять эту ГЭС И так далее То есть поедете еще где-нибудь там лес валить То есть Где жизнь судита Вот если вы живете неправильно Кожу сняли Если вы живете правильно У вас все в шоколаде Где российский шоколад То есть понятно Что вы можете поехать на очередной там прорыв Рывок в экономике делать Но если вы там не лайкаете где попало Где ваш шоколад Да у вас же нищенская зарплата То есть опять это никого не смущает Люди готовы жить на костях Готовы барашки кушать баранину И при том, что кормят-то не вдоволь Вот в чем самое-то интересное Что баранину в основном едят не бараны А хозяева фермы А баранам чуть-чуть там Косточки кидают какие-то И бараны довольны Они не задаются вопросом Откуда баранина Что как бы она несколько связана Ее происхождение с баранами собственно То бишь с ними Они не задаются вопросом А куда как говорится избыток баранины уходит Кушают Кушают и причмокивают Очень интересная мысль Субтитры создавал DimaTorzok